Солнышко 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 Не горит Не горит Не горит Не горит Гори, гори, ясно, если напрасно Верила я, и сердечко болит Гори, гори, ясно, жизнь так прекрасна Но без тебя огонек не горит Гори, гори, ясно, если напрасно Верила я, и сердечко болит Гори, гори, ясно, жизнь так прекрасна Но без тебя огонек не горит Вы слушаете радиостанцию «ФМ» на Дону Микрофона Инна Панфилова За звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова Здравствуйте! Это совместный телерадиопроект Это на звездной волне И сегодня у нас в гостях музыканты Российская группа «Балаган Лимитед» Представляю поименно Это Алена Маругина, Светлана Смирнова Привет! И Дмитрий Филин Добрый день! Здравствуйте, гости! Здравствуйте! Вы к нам приехали буквально Вот с рабочего момента, да, процесса С распевки Вы хорошо ли вы разогрелись? Готовы ли к нашему эфиру? Конечно! Мы полны энергии, энтузиазма Готовы петь, радовать Мы посмотрели площадку, где мы сегодня будем выступать Кстати говоря, очень хорошая сцена Она прекрасно оборудована Все, кто сегодня придет на концерт В Красный Сад, в поселок, приезжайте Сцена очень хорошая, зрелище будет великолепное Звук шикарный Очень хороший звук Средненный экран огромный Освещение Всяческое Световое шоу тоже будет на высоте И, конечно, группа «Балаган Лимитед» Мы уже попробовали звук, так что будет все хорошо А ехали вы к нам тоже практически в центр попали По новой дороге По Ворошиловскому проспекту Увидели спортивный наш стадион Нашу достопримечательность Здорово, что такие у вас впечатления Я хочу обратить внимание, что мы работаем в прямом эфире Телефон 200, ровно 2519 Можно звонить, задавать вопросы нашим гостям За это есть сюрпризы нашим слушателям Определенные подготовлены Также ватсап номер 8-938-165-107 Звоните, пишите, задавайте вопросы Участвуйте в нашем разговоре Ну и давайте, наверное, начнем с того Что же сегодня, да, интересного вы приготовили Для жителей Ростовской области У нас будет большая сегодня программа В которой будут собраны самые-самые лучшие наши хиты За практически уже 20-летний наш стаж Ну и новые песни тоже Сегодня также новинки будут представлены Вот «Счастливая» Это из нашего альбома Он так и называется «Счастливая» То есть это вот у нас новинка Он у нас в прошлом году Ну, там накануне нового года 30 декабря он вышел Можно сказать, да И сегодня тоже песни из этого альбома тоже прозвучат Вот эти диски я вижу Кроме дисков еще интересные здесь Да, там открытки, значки Памятные брелочки Так что, дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов к нам И за самые интересные вопросы За активное участие в прямом эфире Мы вам обязательно подарим наши подарочки Либо значки Вот есть открытки, диски и один брелок Эксклюзив Спешл приз, да За самый лучший вопрос Телефон 200, ровно 2519 Ватсап 8-938-165-107 Я вот с чего хотела начать Вы сегодня у нас в таком составе Три человека, трио, да Покинула коллектив Елена Селихова Почувствовали ли вы это? Ну, конечно, проработав столько лет Наверное, невозможно не почувствовать Да, уход одного человека, единица такой Как-то отразится это И сегодня уже отразилось Надеемся, что это не отразится никак На восприятии нашей группы Потому что мы все на вес золота Мы, конечно же, все можем петь Хорошо петь Ну, просто это будет трио, а не квартира Ну, у нас на вокальной аранжировке В первую очередь, конечно, отразилось Не хватает одного голоса Пришлось переучивать В частности, вот Светлане Пришлось переучивать партии Чтобы средний голос, он у нас Вот эти пустоты, которые образовались Чтобы он восполнил Чтобы пачка была такая, более цельная Ну, это что касательно нашего вокального озвучения Любой музыкант скажет Ну и что, ну и правильно скажет Ничего страшного Ну, да, ну, переделали и переделали Ну, мнения разные, да, у вас А как в дальнейшем? Вы будете как трио работать Или, возможно, предусматриваете замену? А мы вот не знаем Это вопрос скорее к нашему продюсеру Да У нас, в принципе, ну вот мы переучили партии Все, звучит просто трио Ну, в принципе, вакансия такая есть Если по меня, наверное, наши слушатели Могут сегодня даже звонить Да, да Предлагать свои кандидатуры Даже могут Мы прервемся на небольшую рекламу У слушателей есть возможность подготовить вопросы И после рекламы мы их послушаем Вы слушаете радиоканал ФМ на Дону Свидетельство о регистрации Средства массовой информации Выдано управлением Федеральной службы по надзору В сфере связи, информационных технологий И массовых коммуникаций По Ростовской области Л номер ТУ 6101-21212 От 2 марта 2016 года Для лиц старше 16 лет Курение опасно для вашего здоровья Наши, наши в эфире Внимание, конкурс Радиостанция ФМ на Дону И сайт Дон-24 Выбирают песню июня Проекта «Наши в эфире» Юрий Михайлов Группа «Один не танцую» Полюсы Летер поменяет снова полюсы Черную на белой жизни полосы И твои каштановые волосы Вновь в моей душе остались лень Нет Эдисон «Невесомые» Перепишу любовь Чтобы ты не ушла Лети за мной Все обнуляй Давай все по-новому С тобой невесомые Анастасия Зайцева «Как в кино» И кому какое дело Незнакомцем мы давно Ты сумел А я хотела Чтоб все было как в кино Герман Гусев Милая, единственная женщина Между нами города В час разлуки Между нами всех морей Не сосчитать Но каждый раз Вас не ласкают Мои руки И мне, поверь, Тебя не хочется терять Константин Даниленко Закадычные друзья Закадычные друзья Закадычные Для кого-то те слова Непривычные Закадычные друзья Закадычные Значит, давные они И отличные Заходите на сайт don24.ru Голосуйте за исполнителя В конце месяца Подведем итоги Победитель получит Уникальную возможность Принять участие В съемках программы «Утро» На телеканале Дон-24 Наши в эфире Я напоминаю, что вы слушаете Радиостанцию FM на Дону Микрофона Инна Панфилова Это совместный телерадиопроект На звездной волне У нас в гостях Группа «Балаган Лимитед» Телефон прямого эфира 200 ровно 2519 Звоните Задавайте свои вопросы Или пишите сообщение На WhatsApp Номер 8 938 165 и 7 И мне подсказывают Что у нас есть Первый дозвонившийся Давайте послушаем Наденьте наушники И после этого Мы будем говорить Здравствуйте Мы вас слушаем Как вас зовут? Добрый день Елена У меня такой вопросик Вот у нас состоялся Чемпионат мира И мы заметили Что много иностранцев Проявляют интерес Ко всему народному Вот Как я хотел узнать К вашему творчеству Тоже появился Больший интерес Как-то это Отразилось Если Можно Расскажите Пожалуйста Спасибо 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 Елена Наверное За это время Заметили ли вы Интерес К народной части Своего творчества Или же нет Или же просто Может быть Заметили ли вы Интерес иностранцев Имена Ну вы знаете Интерес иностранцев Он как раз был Всегда к нашей группе Поэтому Наверное Вот какого-то Всплеска Всплеска Ну нет Хотя Писать Хотя знаете Заметили Я заметила Знаете Почему Стали писать В инстаграме Вконтакте Много иностранцев И спрашивать Где вы выступаете Вот в таком Пожалуй Проявилось Что вы делаете Сегодня вечером И это тоже Да Ну без этого Не обойдешься И особенно Когда мы выставили В коронах Вот Сейчас же была Вот эта Кокошник победы В кокошниках Да А у нас как раз Есть красивые Новые костюмы С кокошниками Вот Кстати У нас есть Да Вот И мы когда Как раз выставили С концертов Вот эти вот фотографии То да Прямо обильное Обильное количество Каких-то вопросов Да Именно от иностранцев Было Я продолжу эту тему Мы тоже заметили Со стороны иностранцев Интерес к кокошникам Их носили даже мужчины В этот период времени А когда Группы музыкальные Наши местные Девчонки В национальных костюмах Спускались со сцены Просто иностранцы Не давали им прохода Фотографировались Не давали просто так уйти Вы же часто бываете За границей Как реагируют Что заходит Интересно ли им Вот иностранцам Вот это наша Народная часть Конечно Безусловно Вот им очень нравится Да вот такие костюмы Наши русские Которые вот С головными уборами С какими-то сарафанами Они всегда стараются Сфотографироваться Там Ну и песни слушают С удовольствием Конечно А помните у нас Мы записали песню Welcome to Moscow Вот И после этого Нам позвонили И сказали А можно ли с вами встретиться Вот в Москве Будет наша съемочная Бригада Из Бельгии Правильно Ничего не перепутала Из Бельгии А мы такие Да можно конечно И действительно Мы там договорились Встретиться на ВДНХ Там Они приехали Вот с камерами И сказали Да мы ехали Снимать Ну какую-то свою передачу Там что-то про природу Еще что-то И сказали Что когда мы ехали У нас сломалась машина Мы включили радио И слушали песню Вот группы Балаган Лимитед И они сказали Мы так подсели Мы нашли ее в интернете И вот сколько мы ехали Мы всю дорогу Слушали вот эту вашу песню И они сказали Мы решили Когда мы приедем Мы обязательно отыщем эту группу И обязательно снимем с ней репортаж И вот Они так нас нашли И сняли репортаж Замечательно Возвели к себе в Бельгию Встреча с Россией была такая Они где-то в чистом поле Там в тундре Ехали с севера Остановились Машина сломалась И Велком Турску Велком Турша Очень весело Единственная радиостанция Которая ловила И там наша песня как раз звучала Очень здорово Так зашли Да Прочитаю сообщение слушателя В продолжение темы Здравствуйте Меня зовут Марина Может быть какая-то из ваших песен На концертах всегда хорошо заходит Для публики Например Если видите Что зал не на одной Не на одной С вашей с вами волне Спели и все Какой песней заряжаете Ну вы знаете Такое редкое на самом деле Бывает Кто бывал на наших концертах Тут знает О чем я сейчас говорю Вот Поэтому как-то специально Раскачивать зал Ну не приходится Но есть у нас Естественно Наша коронная песня Это что тебе надо На которой Уже даже Те кто там Может быть Сидел и всячески Старался Стесняясь Сдерживать свои эмоции Вот тут она уже Раскрывается Прямо по полной Ну естественно Все наши темповые Веселые песни Народ Практически всегда В зале встает И начинает уже танцевать В проходах Ну невозможно Удержать Мы стараемся Эту песню еще Иногда записывать На разных языках Ну правда Этот проект Он давно Зреет Мы что-то Остановились Вот сейчас решили Восстановить И мы возвращаемся Да Вот сейчас И готовим Как раз на китайском языке Вот там сейчас В данный момент Переводят И по приезду Вот обратно в Москву Мы Скорее всего Будем записывать И потом Поедем в Китай Мы даже уже выучили Да Это для общения Это для песни Это мы по-китайски Уже поздоровались Очень здорово Да Ну мы поговорим Об интересе К культурам И да Как это возможно Народная группа Можно сказать Да Интересуется Культурами разными И хотелось бы Послушать Одну из ваших песен Это песня Счастливая На которую Был снят клип Мы давайте послушаем И подробнее Тогда поговорим Да Хорошо Спасибо за субтитры Я ничего не тая Просто жду тебя Ай-яй-яй-яй-яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя Я, 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 я счастливая Солнце будет смелее светить Если умеешь любить Я ничего не тая Просто жду тебя Если на небе есть туч И завтра с утра станет лучше Я ничего не тая Просто жду тебя Стоит ради этого жить В шести своим дорожить Я ничего не тая Буду ждать тебя Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яя Такая Ай-яй-яй-яй-яй-яя Я счастливая Ай-яй-яй-яя, я такая Ай-яй-яй-яя, я счастливая Я счастливая Счастливая, счастливая, счастливая Это программа «На звездной волне», у нас гостяк «Балаган и Лимитед», мы послушали песню «Счастливая», на эту песню недавно был снят клип, да, это, наверное, один из последних клипов, насколько я понимаю. Расскажите о нем, кто его еще не видел, чтобы могли представить, какая сюжетная линия у этого клипа. Там такая идея, именно представить современную молодежную культуру, танцевальную, ну, какой-то вот такой синтез молодежной культуры и народной, народной культуры именно, и танцевальной. Ну, там вот такой танцевальный батл представлен, девушка танцует молодежные танцы, а парень у нас танцует народные. И, возможно, показать 33 удовольствия, там, не знаю, связанные с едой, с цветами, с танцами, с песнями, с улыбками. Ну, как-то так. Ну, вообще, он такой достаточно современный, такой удачный, интересный клик. Так что, все, кто хочет, его можно на нашем сайте посмотреть, балаганлимитед.ру. Милости просим, заходите, получите удовольствие. У вас все такие песни позитивные, да? Да, даже, наверное, если где-то и задумано, может быть, вы загрустнуть. У нас бывали, вы знаете, нет. У нас бывали. Можно наше творчество, если так проанализировать, разделить на две части. Первая часть, ну, вот, когда книгу напишут про нас, то, скорее всего, так будет написано, что на заре карьеры балаган пел о брошенках. Ну, то есть, у нас практически все песни были «Я брошенная», «Мне не везет», «Я несчастная». А вот пусть я ровно, да, ровно половину нашей карьеры мы поем о счастье, о радости, о том, что у нас все хорошо, или мы зажигаем лето, или же мы там… Везде важна равновесие 50 на 50. Да, это вот… Ну, правда, нет, по буеркам тоже еще отголоски. Ну, мы перепели же ее просто. Это же старая песня, просто, ну… Ремикснули. Зачитаю сообщение, которое мы получили. Хотели бы вы представлять Россию на всем известном международном конкурсе, как Евровидение? Вот, наверное, послушали песню и… Конечно. Мы уже это делали, ну, как бы, не то, что представляли, да, а неоднократно подавали заявку. И, кстати, песня «Welcome to Moscow», она была написана специально для конкурса Евровидения. И даже прошла в определенном этапе. Молуфинал проходили, да. Так что у нас… Ну, мы работаем над этим ежегодно, мы над этим работаем, надеемся, когда-нибудь мы достучимся. И как наши футболисты мы однажды выйдем в финал. Ну, мы тоже верим. Песни прекрасные. Вот песня, которую, да, мы послушали, «Счастливая», пополнением была в копилку к 19-летию, правильно? К такому юбилею, практически юбилею на пороге. Если в целом, можно ли на сегодняшний день вспомнить, сколько у вас альбомов? А вот 20, потому что у нас в год по альбому выходит так. Получается, что вот нам будет буквально через уже несколько месяцев 20 лет группе… Ну, это не считая там переизданий разных сборников. И у нас переиздания были… Оно отдельно издавались «Частушки», отдельно издавались лирические песни. Дуэты отдельно издавались. Поэтому, на самом деле, календарные такие группы, где новые песни… Мы считали, да, что если мы начнем петь, то мы будем петь вот сколько-то… Долго. 20 часов почти. Ну, это еще… Да, сейчас как-то пиратская тема немножко не так развита, как раньше. Сейчас же все в интернете можно спокойно найти. А раньше к нам очень часто подходили на сцене люди и говорили, «Ой, подпишите диск». Мы берем в руки, а диск не издавался нигде официально. То есть, это некая пиратская продукция. Мы менялись, и вот у нас есть коллекция дисков, которые именно вот пиратские. Причем они такие красивые бывают. Да, они очень качественно были выполнены. Мы их выменивали на нашу лицензионную продукцию и брали их себе в подарок. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 200, ровно 2519. Можно звонить или писать на WhatsApp номер 8-938-165-107 за лучший вопрос, ну и вообще за оригинальные вопросы, да, предусмотрены такие призы. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем, наденьте наушники. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Дарина. Рад вас приветствовать в нашем городе. Меня интересует, во время выбора песен, вы ориентируетесь на какой-то определенный возраст слушателей или нет? А вам сколько лет? Мне 15. А вы слушаете «Балаган Лимитед»? Да, я слушаю все песни. Спасибо, приятно. Какая хорошая девочка. На самом деле, вы знаете, вот нам часто такие вопросы задают, а для кого, для какого возраста ваша песня? Мы говорим от нуля и до бесконечности. Почему? Потому что, ну, как детям нравится наше творчество, они всегда танцуют, зажигают. Подростки, для них у нас тоже было большое количество разных проектов, и мы это направление тоже развиваем, да, для молодежи непосредственно. Естественно, более старшие категории. Ну, то есть мы охватываем все возраста. А тут уже дело вкуса, как говорится. Ну, потому что мы, у нас бывает, вот мы так вот ни с того, ни с сего можем записать старинную какую-нибудь русскую народную песню с современной обработки. Здесь вот у нас «Подону гуляет», мы записали вот в последнем альбоме. Ну, а бывает, вот какая-то новая песня интересная, авторскую приносят, и мы ее воплощаем. Ну, стараемся, всегда стараемся идти в ногу с современными тенденциями аранжировок. Ну, и сохранить русский стиль при этом. Да, да, ну, чтобы стиль сохранился. Давайте. У нас очень трепетно к этому все относятся. Наш продюсер Сергей Харин, в частности. Правильно. Очень болеет за это дело. И еще будут вопросы. Давайте сейчас зачитаю вопросов слушателя. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я поклонник вашего творчества. У меня вот такой вопрос. Я сам вырос с двумя сестрами, и мне было очень сложно в таком коллективе. А как у вас состоят отношения в группе? Есть ли какие-то разногласия? И как вы выходите из подобных ситуаций? Ну, здесь, наверное, имеется в виду, что мужчина один, Дмитрий, Дмитрий, девушки. Кто кому уступает? Как у вас выстраиваются взаимоотношения? Рабочие ли они? И так далее. Ну, да, начнем. Давайте, Дмитрий, с вас. Мы послушаем вашу точку зрения, а затем уже еще один. Ну, самое главное, надо себя поставить. Как мужчина сказал, так и есть. Да, кулаком посту сказал, я так. Так, сегодня делаем, вернее, подбираем песни, да, репертуар на концерт. Дима, а может это? Нет, я сказал, будет вот так. Да, патриархат у нас в коллективе. А были такие ситуации, когда вам приходилось действительно говорить, что будет вот так? А вы знаете, 19 лет, да, ну, сколько лет вместе? Нет, ну, всякое было, ну, о многом, наверное, говорит, да, что мы столько вместе уже, наверное. Уже притерлись, уже вообще все хорошо. Да, находим. Ну, я себя чувствую прекрасно в коллективе. Еще бы. Ну, вы, я раскрою нашим слушателям такой секрет, что во время того, как мы слушали песню, вы сказали о том, что не обязательно девушку брать четвертую в коллектив, это может быть и мужчина. Да, 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 как вариант, так мы решили его рассмотреть. А как Дмитрий к такому предложению отнесется? Отрицательно. Наверное, отрицательно, конечно, да. Ему в малинке-то хорошо. И я хоть, наверное, давайте послушаем еще одну песню, очень позитивную, такой позитивной песней. Уйдем на блог информационный, называется она «Пару тысяч». Вот мне звукорежиссер подсказывает, что мы песню послушаем позже. Сейчас информационный блог у нас, и после этого мы послушаем песню. 15.50. На Дону. Новости на Дону. Категория 12+. Студия Кристина Олешко. Здравствуйте. Больше двух лет в Ростовской области будут искать золото. Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу опубликовал на портале госзакупок информацию о поиске подрядчика. Работы собираются проводить в пределах Ольховской и Перспективной площади в Ростовской области. Здесь собираются найти участки, на которых может быть золото, обозначить границы месторождения, изучить свойства и состав ископаемого и сделать прогнозы по его использованию. Подрядчик должен приступить к исполнению контракта уже в этом месяце. Стоимость 200 миллионов рублей. Деньги выделяются из федеральной казны. Объединить несколько донских районов и городов в единую ростовскую агломерацию и решать проблему территорий вместе. Такое решение озвучили на публичных слушаниях стратегии по социально-экономическому развитию до 2030 года. К необходимости укропнения муниципалитетов пришли благодаря научному исследованию экспертов Южно-Российского института управления. Проект «Скопление населенных пунктов в единое целое» обсуждали представители власти, бизнеса и общества. По словам заведующего кафедры муниципального и госуправления Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства Михаила Авакимяна, это избавит от бюрократизма. Чтобы не было каких-то бюрократических барьеров, иных препонов, особенно инфраструктурных, конечно, нужно развивать территорию. А как развивать территорию? Только совместными усилиями. Даже просто проложить дороги между муниципальными образованиями, коммуникацией, сделать так, чтобы это было единое пространство для населения, общества. В целом, конечно же, это, прежде всего, усилия совместных муниципальных образований. Вскоре создадут Координационный совет при областном Минэкономразвитии, который и будет контролировать процесс создания таких агломераций. Какие именно территории войдут в проект укропнения городов, решат на дальнейших публичных слушаниях. Это были новости ФМН Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. ЛФК. Личный финансовый консультант. Категория 18+. Здравствуйте. Это программа «Личный финансовый консультант» в студии Инна Билан. О том, как можно честно получить деньги от государства, расскажет личный финансовый советник Наталья Холченко. Про налоговые вычеты слышали все, но немногие им пользуются, ошибочно считая, что это дело достаточно трудоемкое и, в принципе, не стоит свеч. На самом деле, вычеты получить очень просто. Выгоды в итоге могут оказаться достаточно значительными. Но нужно помнить, что самое важное условие получения вычета – это наличие белой официальной заработной платы. Если вы не платите НДФЛ, то возвращать вам, соответственно, нечего. Налоговый вычет – это не сумма, которую вы получаете на руки. Это сумма подоходный налог, 13%, с которой можно вернуть. Есть два способа оформить налоговый вычет. Это через работодателя и непосредственно в налоговой инспекции. В любом случае, для этого необходимо подавать декларацию о доходах и приложить документы, которые подтверждают расходы, за которые полагается вычет. Соответственно, в первом случае решение налоговой выплаты придется ждать примерно 4 месяца. Соответственно, если вы возвращаете деньги через работодателя, то работодатель просто не будет ежемесячно снимать, выплачивать НДФЛ с вашего заработка. Второй, соответственно, выбор способа зависит от вас, хотя многим на самом деле способ получения через налоговую единовременной суммы кажется гораздо менее трудозатратным. Итак, 10 способов честного отъема денег от государства. Способ номер один – это жилье. И здесь можно вернуть сумму уплаченного НДФЛ до 390 тысяч рублей. Это самый большой налоговый вычет, который можно получить при покупке или строительстве жилья, в том числе и с привлечением кредитных средств. Можно получить вычет суммы до 2 миллионов рублей. Соответственно, можно вернуть до 260 тысяч рублей уплаченных налогов при покупке квартиры, дома, комнаты и доли в них. Можно получить вычет на такую же сумму с расходов на строительство и отделку и ремонт жилья, а также при покупке земельного участка под жилищное строительство. Причем эта сумма может включать не один, а несколько объектов недвижимости. Можно также получить вычет на расходы по уплате процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья или целевым кредитам на строительство жилья. Также на погашение соответствующих процентов по кредитам для рефинансирования предыдущего кредита на жилищное строительство или покупку жилья. При покупке в кредит потолок налогового вычета вышел в полтора раза, до 3 миллионов рублей. Соответственно, 13% этой суммы составит 390 тысяч. Это максимальная сумма, которую можно получить от государства обратно. Редко кто выплачивает за год такую сумму подоходного налога, а вернуть можно только ту сумму, которая уплачена в бюджете в текущем периоде. Поэтому, соответственно, возвращать налогу при покупке недвижимости или строительстве можно в течение нескольких лет, пока вы не вернете всю полагающуюся вам сумму целиком. О том, как можно честно получить деньги от государства, рассказала личный финансовый советник Наталья Холченко. Вдыхаю минуты и ночь в провода, звонки, разговоры, твоя навсегда. ФМ на Дону. Капля лета на ладонь попала, мимо неба осень пролила. ФМ на Дону. Ты, да кто ты такой? И если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. ФМ на Дону. Останьте меня с моею звездой наедине. Ты, 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 ты. Не хватает нам немного. Помогите ради бога. Надо нам чуть-чуть совсем для решения проблем. Вроде бы немного надо, но какая-то досада, одолжите по чуть-чуть кто-нибудь на что-нибудь. Поддержите до зарплаты, хоть вы сами не богаты. А потом мы вам поможем, погуляем вместе тоже. Помогите нам соседи. Растут же вместе наши дети. Каждый сбросится немного, никто даже не заметит. А, да, жить и паро, тишь, 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 тишь. А, да, жить и паро, тишь, тишь, тишь. А, да, жить и паро, 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 тишь, тишь, тишь. А, да, жить и паро, 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 тишь, тишь, тишь. Постоянно денег надо На духи и на помаду На услуги ЖКХ и на поезд жениха Денег много не бывает И об этом каждый знает На любимую себя Все потрачу на рубля Но одолжите пару Тыш, тыш, тыш Одолжите пару Тыш, тыш, тыш Одолжите пару Пару, пару, пару Пару, пару, пару Тыш, тыш, тыш Одолжите пару Пару, пару, пару Пару, пару, пару Тыш, тыш, тыш Одолжите пару Тыш, тыш, тыш Одолжите пару Пару-пару-пару ФМ на Дону 103,1 в Семикаракорске Вы слушаете радиостанцию ФМ на Дону Микрофона Инна Панфилова Программа «На звездной волне» продолжается И в этот субботний день у нас Полаган Лимитит в гостях Еще раз напомню, Алена Маругина, Светлана Смирнова И Дмитрий Филин И мы продолжаем говорить о вашем творчестве Сейчас мы услышали песню Такую зажигательную, одолжите пару тысяч Тоже есть определенная история С этой песней, связанная, да? С съемками клипа Да, история про съемки клипа мы снимали В Таллине Да, в городе Таллине И сюжет был такой, что мы должны были Выйти на улицы города Положить в красивых костюмах Фотулярчик, да И петь И чтобы нам, как музыкантам, что-нибудь подавали Мы еще такие сначала начали спорить Да ну, да ну, что-то мы в студии Сейчас выйдем в русский коллектив Какая-то ерунда вообще Ну, там по сюжету клипа так было задумано, что мы хотели там мальчику помочь Да Собирать ему денег, чтобы он Купил собаку Вот, ну и для этого все равно надо было выйти на улицу и спеть Ну, ничего, все хорошо Ну, мы почти там в течение всего дня стояли с этой шляпой Ну, самое интересное, что нам бросали наши деньги Да, мы даже подзаработали Да Значит, все выглядело Все хорошо Натурально Ну, с удовольствием, кстати, да Иностранцы, которые тоже были гостями Таллина в тот период времени Они с такими широко открытыми глазами Такие-то довольные, что они увидели Тут еще и русский народный коллектив В Таллине поют Так что все прошло удачно, очень хорошо Никто нас не закидал Мы очень боялись, что нас просто закидают там Да Очень все доброжелательно, добродушно, да Очень хорошо А, да, были буквально 2 июля на фестивале в Эстонии Снова посетили гостеприимную эту страну Принимают очень хорошо, конечно Очень хорошо Ну, мы были, правда, в местности, где в основном старообрядческие поселения живут Ну, все равно, люди были очень благодарны, веселились от души Мы там даже вот у себя выкладывали видео, как народ танцует И веселиться на Чудском озере У вас песен много на разных языках, да На английском, грузинском, украинском, артежском Да, и даже на иврите На иврите Почему, для чего идете на такое разнообразие? Это эксперимент? Дружба народа Или же, да, вот для того, чтобы научить как можно больше людей Ну, это вообще, знаете, как бы из уважения к культуре государств, в которые мы приезжаем Да, то есть это всегда приятно, когда к тебе приезжают в гости И еще и на твоем языке что-то споют для тебя такое родное, душевное Ну, и нам самим интересно, так как мы люди, пропагандирующие русскую народную культуру Учить, изучать, знакомиться с культурой других стран Ну, и вообще мы преследуем, да, такую цель, что давайте действительно лучше дружить, петь песни и не ссориться Что пусть будет разность только вот в языках и в культуре, и все Мы когда на иврите спели «Че тебе надо», она ведь очень долго в чартах была, на радио в течение двух месяцев В десятке прям песен была И многие местные жители в Израиле думали, что это какая-то местная группа поет Ну, это Алена, у нас очень, у нее как-то очень театра, с языком ты не узнала, все очень подразумевает Вы эти языки знаете, я сказала, идеально Какие языки вы знаете, вот из этих, на которых поете? И как вы поете? Ну, это сложно Она помогает, она помогает, она продержит им работать Английский и то, кое-как, все Знаете, просто на самом деле, когда стоит задача срочно выучить песню, он как-то сам так мелодично ложится Мне кажется, музыкантам проще всегда языки учить, потому что лингвистические такие способности открываются в нужный момент Зачитаю сообщение Добрый день, меня зовут Катерина, с приездом в наш Донской край, поздравляю, это на вас Спасибо большое, добрый день У нас очень вкусная кухня, есть ли у вас какие-нибудь любимые блюда, может быть, даже наши? А мы уже ели арбузы, еще ели очень вкусный арбузный салат, потрясающий Никогда не пробовали, первый раз даже желание загадали Я тоже не пробовала, очень интересно Ну, мы окрошечки отведали Казачьи окрошечки Что еще мы такого вкусненького? Ну, пока мы настолько спешили быстро на эфир, что мы прям все бегом-бегом Обязательно вечером еще с чем-нибудь познакомимся Но, конечно же, мы наслышаны о донских раках Вкусных, да У нас очень много историй было в городе, связанных с кухней во время чемпионата Потому что иностранцы уже тоже все хотели угостить, накормить, дать отведать наше, донское Кормили всем и борщом, и окрошкой, и слышали их мнение В основном нравилось, больше нравилось Конечно Я думаю, что долго еще будешь вспоминать наше гостеприимство Мне кажется, наши люди умеют хорошо встретить Давайте поговорим о творчестве, вернемся к вашему творчеству Мы слышали сегодня уже некоторые песни И хотелось бы понять, к кому вы себя все-таки относите Ну, наверное, такой вопрос вам задавали, да Что вы знаете о том, что к вам относятся, называют и поп-группой народники, да А попсовики говорят, что вы относитесь к фольклору Это, скорее всего, тоже было 20 лет назад Ну, такая информация первая А сейчас, ну, уже это очень многие коллективы стали делать Исполнять фольк под различные аранжировки Это вот когда еще на заре, на заре Когда там, например, по пальцам пересчитать, да Полуинтер, вот, потом Баба-Яга Вот эти проекты были с Карагодом Ну, вот, возможно, там, Надежда Бабкина И вот Благан Лимитед, вот, ну, одни из первых, кто стали делать вот фольклор Под какие-то разнообразные там аранжировки Или же дэнс, или же там рэнби, или же рок Ну, в общем, а сейчас-то, мне кажется, да каждый второй коллектив Пробует и делает, да У нас, конечно, очень большой объем уже материала У нас сколько уже всех этих альбомов И всяческих экспериментов И у нас даже отдельно выходил диджеевский Такой чисто клубный вариант Именно наших песен, народных песен Которые мы исполняли И с рэперами мы пели, да И с рок-музыкантами пели Ну, может быть, мы сегодня тоже проэкспериментируем И вы споете А капула Проэкспериментируем Давайте Давайте мы пожелаем процветания Вашей радиостанции Чтобы у вас было много-много слушателей Вас любили И много-много лет жизни, счастья и здоровья вам пожелаем И вот такая песня Многое лето, да-да Многое лето, многое лето, многое лето Да-да! Спасибо за такое пожелание. Очень здорово. Вот нам написали. Здравствуйте, спасибо вам за такие зажигательные песни. Хотелось бы узнать, кто ваш кумир. Простой вопрос, наверное, но интересный. Ну, создай себе идол, так скажем. Ну, прям вот так вот, кумир-кумир, ну, не знаю. Много что нравится. Вообще, для нас кумир – это русская народная песня, Которая мы будем всегда… Верны. Которая преклоняться, верны, да. Которая нельзя не восторгаться, Слушая вот именно аутентичное звучание, Слушая исконно русский этнический фольклор. Да, мы просто… Это почему вот мы говорим, Это вот сейчас был свежий разговор в поезде. Мы как-то вот все почему-то представили, А смогли бы мы уехать из России? И вот мы сошлись все во мнении, Что нет, нет, и еще раз нет. Мы будем… Вот нам нравится. Настолько, да, у нас это живо. Мы будем продолжать свое дело, Будем продолжать стучаться во все дверки, да, И пропагандировать. Мы постоянно к этой теме возвращаемся, У нас, как вот бывает, Мы какую-нибудь песню народную споем, Нам Сергей Харин, наш продюсер, говорит, Да нет, ну что вы, надо это все осовременить, Надо такую модную аранжировку на все это сделать. А потом сам услышит какое-нибудь такое Фольклорное звучание, Многоголосное, такой, бежит к нам, Смотрите, смотрите, какая песня, Это же код, это же код, Здесь зашифрована какая-то информация, Сережа. Закодирно, да. Мы тебе пели, вот, не далее, Как месяц назад ты сказал, Что все это нужно перелопатить, Все это, ну то есть вот мы к этой теме Постоянно возвращаемся, И интерес не пройдет. И понимаем, что это все-таки интересно до сих пор. Давайте послушаем одну из песен, Наверное, в ней тоже есть какой-то код, Вы потом поясните, Расскажете после того, как мы ее услышим, Песня «Че тебе надо». Ну, наверное, очень многие ее сейчас ждут. Провожала ты меня, Из тенистого сада, Вдруг взяла тебя нервная дрожь. Ты скажи, ты скажи, Че тебе надо, че тебе надо, Я тебе дам, я тебе дам, Че ты хочешь? Ты скажи, ты скажи, Че тебе надо, че надо, Может, да, я тебе дам, Я тебе дам, я тебе дам, Че ты хочешь? Мы гуляли с тобой, Я ревела, ох, ревела, Подарила ты мне медную брошь. Ты скажи, ты скажи, Че тебе надо, че тебе надо, Может, да, может, да, Че ты хочешь? Ты скажи, ты скажи, Че тебе надо, че надо, Может, да, может, да, Че ты хочешь? Не гляди на меня, Ой, не надо, не надо, И коленки мои ты не тревожь. Ты мне прямо скажи, Че тебе надо, че надо, Может, да, может, да, Че ты хочешь? Ты мне прямо скажи, Че тебе надо, че тебе надо, Может, да, может, да, Че ты хочешь? Проводил ты меня до заветной калитки, Не прошла твоя нервенная дрожь, Вот тогда я поняла, Че тебе надо, че надо, Но не дав, но не дав, Че ты хочешь? Вот тогда я поняла, Че тебе надо, Че тебе надо, Но не дав, Это программа «На звездной волне» У нас в гостях группа «Балаганный лимитед». Мы продолжаем говорить о творчестве, Мы принимаем вопросы и отвечаем на них. Вопросы разнообразные. Приходит телефон приборного эфира 8-938-165-107. Пишите. И 200 ровно 25-19. Звоните. Итак, продолжим. Говорите, вот песня «Че тебе надо», Мы ее услышали, В ней был какой-нибудь код зашифрованный? Да, код, самый важный код. После этой песни, После исполнения еще одного секретного куплета, Увеличивается рождаемость в городах. Вот это самый секретный код. Очень интересный. Секретный куплет, Это на гастролях как-то нам подошли, Сказали, вы неправильно эту песню поете. В смысле? Но вы не знаете последнего куплета, Чем заканчивается эта песня. Вот нам исполнили последний куплет. Мы теперь его исполняем. Теперь на концертах. Если мы не будем сейчас петь, Мы его споем на концерте, Поэтому приходите сегодня все на наш концерт. Кому интересно очень. Вот такой тайный, секретный куплет. Финальный. Давайте развеем некоторые мифы. Возможно, какими-то вы тоже поделитесь, Какие вопросы вам задают. Например, я слышала, Что от вашей энергетики иногда на концертах Перестает работать аппаратура. Были ли действительно такие случаи? Бывает. Бывает. Да, мы думали энергетика, А просто чайник кто-то включил, Там гримерки и выпила пробки. Ну вообще энергетика, конечно. Нет, бывает на самом деле, да. Шарики лопаются всегда. Ну это тоже физический закон. Но энергетика, да. Какие еще случаи возникают? Ну людей начинают распирать от энергии. Переизбытка чувств. Это реально такое бывает, Что вот, я говорю, У нас был мужчина, Как-то раз, да, председатель, Он вышел, Он активно участвовал в течение всего концерта, С нами пел, танцевал. Потом мы его на самый финал вытащили, И он уже бедный не знает, что ему делать. Он начался отжиматься от пола, Причем так быстро, быстро. То есть у него настолько переизбытка чувств. Люди делают то, Что они никогда в жизни не делают. У нас кто-то сел на шпагат, А потом нам писали, Что зачем я это сделала, Теперь просто не могу ходить. Это все переполняет эмоции, И человек лежит по себе не отвечает в этот момент. Да, сделайте что-то такое. На сцене вы много двигаетесь сами. Как это получается? Вы поете вживую и танцуете? Или же в таких случаях пользуетесь фонограммой? Нет, мы поем вживую, У нас там бывает где-то... У нас есть в некоторых песнях Вокальная поддержка небольшая. Ну, не на всю песню, А, к примеру, На какие-то там многоголосные самые такие вот куски, Там к финалу ближе обычно. Ну, чтоб так на увеличение пойти. Ну, это... Ну, и потом у нас же... Каждая десятая песня, так скажем. Годами уже отрепетированы, Уже многие песни мы же уже поем, Считайте, ну, допустим, Некоторые у нас уже 20 лет в репертуаре, И мы не можем их... Как бы нам Сережа Харин, наш продюсер, говорил, Ой, давайте, может быть, вот эту песню заменим, Ну, как мы можем эту песню заменить, Если люди ждут ее, Что мы исполним именно вот эту песню на концерте. И поэтому вот... Все настолько отработано. Все эти постановки, мы их постоянно... Они постоянно у нас в репертуаре. Что, вот, к примеру, мы сидим, да, И зазвучала песня. Вот волей-неволей мы начинаем петь ее. Вот даже... И танцевать. Уже не хочу, а начинаем петь ее. Если поговорить о костюмах, Они же тоже необычные образы, да, Если привести, допустим, пример, На клип, снятый ранее, Костюмы были закуплены в Болгарии, Обувь заказывалась в Китае, Бижутерия из Франции, Главные уборы из Нижегородской области, А само действие происходило на Волге. Как происходит? Кто автор вот таких идей? Как это происходит? Ну, это же все случайно происходит. Случайно. Там бывают модельеры, приходят, Они рисуют интересные эскизы. Да, мы принимаем во внимание, да, часто. Мы их воплощаем. А так, у нас есть и любимые наши модельеры, С кем мы сотрудничаем. Вот есть в Москве Сергей Исаикин, мастер. Мастер-одиночка. Да, и он все делает сам. И более того, он большую часть работы выполняет вручную. Однажды над нашими костюмами он готовил, ну, чуть ли не год, Он вручную расшивал. Карпел расшивал всегда. Да, и поэтому... А вот эти тоже костюмы он нам шил. Вот эти тоже. Он очень удобную, кстати, многим будет интересно, он очень удобный делает костюмы с точки зрения танцев. Я вот только к нему обращаюсь всегда. Вот кто бы нам ни делал, мне всегда делает Сергей Исаикин, потому что в них очень удобно танцевать. Ну вот, да, вот нам, мы очень много двигаемся, мы поем, да, активно участвуем и часто переодеваемся, такое бывает, да, поэтому вот он учитывает все наши пожелания на сто процентов. Да, а есть у нас такие костюмы, которые, например, мы сшили, ну, заказали, они очень красивые, но мы в них только фотографируемся, ну, или там стоим, медленную песню поем. Да, потому что работают. Все остальное в них просто нереально делать, да. Мне подсказывает телефонный звонок, у нас есть, давайте ответим слушателю. А, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Представляйтесь, задавайте вопрос. Да, здравствуйте, меня зовут Степаненко Светлана. Здравствуйте. Эй, фан-клуб, привет. Да, приветствую вас. Мы вас очень любим. Вот, мы дождались эфира привода, с удовольствием слушаем, на даче. Погода у нас в Москве великолепная. Вот, хотелось бы узнать, как вы держите такую форму. Всегда такие красивые, бодрые, веселые. Молодые. И песня у вас такая есть замечательная, счастливая, мы очень любим ее. Мы ее сегодня слушаем. Да, она была уже, эта песня, да. Ну, поскольку это ваш клуб, они восхищаются вами, это понятно, да. И интересно им знать вот такие тайны, как вы держите себя в форме. И йогой все занимаются. Да, мы все давно уже подсели на это течение, причем так довольно-таки глубоко. Перешли даже еще… На тренерскую работу. На тренерскую работу, да. И перешли на уровень вегетарианства. То есть, не все так просто. Ну да, мы действительно в свободное время… Есть ли, да, свободное время? На это есть? Как удается? Ну, конечно, оно бывает. До концерта сегодня свободное время, вот мы с вами проводим. Нет, мы действительно, да, вот работаем инструкторами. Ну, так, так скажем, это больше хобби. Потому что это не в обязаловку, а именно в свободное время. Ну, есть группы свои, свои клонники, наши именно йоги есть. Да, вот у меня, например, точно могу сказать, есть группа, которая не пойдет больше никакому инструктору, и они так переживают, когда меня долго нет. Они говорят, ну что же, что же, у нас такое… Мы просели уже, нам срочно нужна йога. Но не идут другие, не идут. Говорят, нет, мы пробовали, ходили, нам здесь нравится. А вот у меня такой тоже интересный случай, ну, в плане того, что у меня маленькая дочка, ей сейчас год и два месяца, и я ушла с тренерской работы, когда я была еще беременна. И вот у меня группа девочек, которые занимались со мной йогой, они меня до сих пор ждут. Они говорят, ну когда, ну когда же ты уже выйдешь, ну когда? Я говорю, ну все, с сентября начинаем. Очень интересно заниматься у солиста группы Балаган Лимитит. Нет, это потому что хобби, знаете, мы же не делаем это на поток. Это не ради денег, это с удовольствием или с душой. У нас не так много времени осталось, наверное, давайте напоследок поговорим о самом интересном. Мы сегодня услышали песню «Счастливая», клип новый, а какая-то новая песня планируется ли в ближайшее время? Ну и о планах на ближайшее время вы начали говорить о Китае. Запись песни чуть и надо на китайском, это вот ближайшее обозримое. Ну и, естественно, будем готовиться к 20-летнему юбилею активно. Вот мы будем с сентября уже планировать точно, какой-то будет зал, какая будет программа, какие будут гости. В общем, мы сейчас вплотную займемся вот этим юбилеем все-таки. Это хороший такой юбилей, 20 лет группе. Ну и день рождения у нас 1 июня, если кто не знает. Уже получали, да, вы поздравили? Да, так что, все приглашены. Теперь все приглашены на празднование. Да, 20-летие. Так, ждем. Можем в ростовском новом стадионе отметить. Да, кстати. Территория позволяет, все поместятся, теперь уж точно. Я благодарю вас за такой интересный эфир, за эмоции, которыми вы поделились, энергетикой своей. Хочу сказать нашим слушателям, которые сегодня дозвонились, наверное, я вам предоставлю слово сказать, кто же получит подарки. За какие вопросы? Мы думаем, что подарки, конечно же, всем получат. У нас на все вопросы тут хватит, да. Так что спасибо огромное всем. Мы вас все очень любим, потому что артист без зрителей – это не артист. Поэтому, дорогие зрители, именно благодаря вам именно может состояться каждый артист. Спасибо вам большое. Да, спасибо большое. А мы ждем сегодня на концерте. Приходите, обязательно будет много увлекательного, интересного, и будут еще подарки от нас обязательно. Я благодарю вас за беседу еще раз. Напоминаю, что у нас в гостях была группа «Балаганы Лимитит». У микрофона была Инна Панфилова. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»